Всем привет! На связи инженер-электрик Икимов Игорь. Сегодня разберем простое трехфазное реле напряжения, на примере реле УКН-380С от компании HS-Electro. Ссылку на сайт производителя вы найдете в описании. Данное реле предназначено для защиты трехфазных потребителей электроэнергии от перебоев в электрической сети. Оно обеспечивает следующие виды защиты. Первое. Обрыв нуля. Второе. Перекос фаз. Третье. Обрыв одной или двух фаз. Четвертое. Залипание фаз между собой. Пятое. Неправильное очередование фаз. Шестое. Перенапряжение на одной или нескольких фазах. Седьмое. Пониженное напряжение на одной или нескольких фазах. Реле ставится в сухом, не пыльном месте. Температурный диапазон от минус 5 до 45 градусов. Реле устанавливается на стандартную Динрейку и занимает три посадочных места. Оно имеет качественный корпус с тремя индикаторами. Индикаторы отображают три фазы в рабочем режиме, а также используются для настройки реле. Обычно данное реле используется совместно с контактором, но в некоторых случаях можно подключить и без него. Об этом я расскажу позже. Для подачи трехфазного напряжения используется небольшой клеймник. В него вряд ли зажмутся провода сечением больше 4 миллиметров. А вот для подключения контактной группы используются стандартные зажимы, в которые можно зажать провод большего диаметра до 16 миллиметров квадратных. Рабочее напряжение реле от 100 до 400 вольт, что позволяет ему выдержать любой перекос фаз. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. При покупке не забудьте проверить, чтобы был заполнен гарантийный талон. Обращаю внимание, что данное реле следует использовать исключительно для трехфазных приборов, так как при сбое по одной фазе оно отключает сразу три фазы. И если у вас по фазам расположены однофазные потребители, то лучше ставить на каждую фазу по одному однофазному реле напряжения. У меня есть ролик на эту тему, ссылку я оставлю в описании. Данное реле напряжение обычно используется для управления нагрузкой совместно с контактором. Как его подключить, показано на схеме. Нагрузочного тока выходных контактов 6 А вполне достаточно для управления обмоткой контактора. Как работает схема? Реле напряжение управляет обмоткой контактора, а уже контактор управляет нагрузкой. При подключении схемы реле напряжение в течение 5 секунд тестирует сеть. При этом все индикаторы мигают. Если параметры сети в пределах нормы, то реле напряжение подает питание на обмотку контактора. И уже через силовые контакторы контактора трехфазное напряжение подается на нагрузку. При срабатывании защиты реле отключает обмотку контактора, а он отключает нагрузку. Отчитывается время для повторного подключения. Если напряжение восстановилось, то реле включает нагрузку. Если нет, то ожидание восстановления напряжения в сети продолжается. Есть один лайфхак. Для защиты некоторых приборов нет необходимости применять контактор, если есть возможность вмешаться в схему прибора. Например, нереверсивная и реверсивная схема управления двигателя имеет свои пускатели. И для защиты двигателя достаточно с помощью контакта реле напряжения отключить схему управления пускателями. Контакт реле напряжения отключить последовательно с кнопкой стоп. Но для этого нужно понимать устройство прибора на продвинутом уровне. Теперь давайте разберемся, как настроить данное реле напряжения. Из-за того, что у меня в доме нет трехфазного напряжения, полноценной работы этого реле я не покажу. Но для того, чтобы показать, как настраивается это реле напряжения, достаточно и однофазного напряжения. Я подключил к фазам А, Б, С одну фазу, которая у меня есть. Реле показывает напряжение на одной фазе. По двум другим он показывает ошибку, как залипшие к первой фазе. Мигание индикаторов показывает, что реле находится в ожидании восстановления сетевого напряжения. И нагрузка отключена. Если удерживать верхнюю кнопку более трех секунд, то реле перейдет в режим регулирования верхнего порога напряжения. По умолчанию тут стоит напряжение 250 вольт. С помощью кнопок вверх-вниз мы можем его подрегулировать. Я обычно оставлю напряжение 255 вольт. Как высчитать верхний и нижний предел, я рассказывал в других роликах. Ссылку я оставил в описании. После того, как мы перестанем нажимать кнопки более 10 секунд, реле перейдет в режим отображения напряжения по фазам. Точно так же, если удерживать нижнюю кнопку более трех секунд, мы перейдем в режим настройки реле напряжения по нижнему уровню. При этом будут мигать нижние черточки. Кнопками вверх-вниз мы также можем подрегулировать это напряжение. Но я считаю 180 вольт напряжения приемлемым. Для большинства случаев его можно оставить таким. Особое внимание следует уделить времени задержке повторного включения. В режим его регулирования можно зайти, удерживая среднюю кнопку более трех секунд. По умолчанию это время 10 секунд. Но если ваша нагрузка содержит компрессорное оборудование, то это время следует увеличить от 300 до 600 секунд. Для чего это нужно делать, я рассказывал в других роликах, ссылки на которые вы найдете также в описании. Если мы одновременно будем удерживать верхнюю и нижнюю кнопку, то перейдем в режим регулировки перекоса фаз. Это максимальная разность напряжения между соседними фазами. По умолчанию он установлен 50 вольт. Обычно этого достаточно. Если в технической документации к подключаемому прибору более жесткие требования к питающему напряжению, то этот параметр нужно уменьшить. Показания вольтметров мы также можем регулировать. Для этого нажимаем сразу три кнопки. По точке рядом с индикатором можно определить, какую фазу мы регулируем. Средней кнопкой мы можем переключать фазу, напряжение на которой мы собираемся подрегулировать. Верхней и нижней кнопкой мы устанавливаем правильное напряжение. Вот такое реле напряжения УКН 380С от компании HS Electro. Если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях. Также вы можете задать вопрос производителю. Ссылку я оставил в описании. Поддержите это видео лайком. Буду рад вашим донатам, так как это стимулирует меня более углубленно заниматься каналом. Подпишитесь на канал и до встречи в новых и старых роликах.